Зрителям до 16 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Что происходит в голове у человека, столкнувшегося с онкологическим заболеванием? В большинстве случаев это шок, чувство тревоги, страха, горечь, досада. Возникает вопрос, почему именно я? Почему именно мои родные и близкие? И совершенно естественно, когда в такой момент человек обращается за помощью к доктору. Ассалам алейкум, дорогие телезрители, мы рады приветствовать всех вас в прямом эфире программы «Магнезда на селе». И сегодня гости нашей студии расскажут нам об онкологических заболеваниях и о том, что из себя представляет рак. Давайте знакомиться. У нас сегодня в гостях Керим Кулов Уанаш Джамбирович, председатель совета директоров группы компании «Сунгкар» и Раимбеков Раван, молодой перспективный врач-онколог онкологического центра «Сунгкар». Еще раз ассалам алейкум, мы рады приветствовать вас в студии у себя. Ну, довольно-таки мы затронули одну из актуальных тем, одну из, скажем так, распространенных тем на сегодняшний день. Ну, расскажите о раке. Что такое рак, что он из себя представляет? Рак. Что такое рак? Рак – это заболевание, при котором собственные же клетки начинают мутировать и бесконтрольно делиться. То есть, это говорит о том, что мы каждый день, каждую минуту обновляемся, наш организм. И в организме происходит ежесекундное обновление, то есть, это можно посмотреть по внешним, скажем, ногтей, они же не растут, ну, в смысле, ни одного размера. Каждый раз их приходится стричь, также волосы, также и с другими тканями. На клеточном уровне клетки делятся, но на каком-то этапе происходит нарушение от выделения, сбой в системе, да. И наша иммунная система контролирует весь этот огромный титанический процесс. Вот, и когда идет ослабление иммунитета, тогда и может произойти мутация клетки. Есть очень много разновидностей рака, их около более даже двух с половиной тысяч. Видов. Видов, да, видов. Следовательно, и нету одного стандартного лечения. То есть, к каждому человеку, скажем, пациенту свой подход, да? Обязательно, обязательно. Еще какие, какие еще причины могут быть, вообще, какие причины могут быть возникновения именно рака? Причины, причин очень много. Тот же самый стресс, возможно, да, в какой-то мере. Ну, скорее всего, стресс не является причиной, стресс является как бы запускным механизмом. Основной причиной все-таки является эта генетика, это состояние иммунитета, это некоторые инфекционные заболевания и, понятная, экологическая среда. Причин много. Но наш иммунитет все-таки через определенные механизмы, апоптоза, там, обновляет наш организм и опознает эти раковые клетки и уничтожает эти раковые клетки. Этот процесс длится постоянно. Мы не знаем, больше 30-40 тысяч клеток, можно сказать, раковых клеток синтезирует наш организм в день. Но мы же не умираем. Наш иммунитет постоянно борется с этим, обновляет. И это постоянный процесс. Поэтому, скорее всего, раком болеют только те люди, у которых происходят разные события, которые совпадают. Это снижение иммунитета одновременно происходит, какая-то наследственная составляющая. И в этот момент может произойти какая-то дополнительная вирусная нагрузка. Однозначности в этиологии многих раков нет. Вы, как специалист, сейчас сталкиваетесь именно с этой патологией, ужасной патологией. Когда человек слышит о нем, его просто пробирает, скажем так. Он не хочет слышать об этом заболевании, которое в итоге зачастую человека приводит к смерти. На сегодняшний день какой из видов рака, скажем так, самый распространенный? То есть, в какой области, в каком месте локализации? Есть статистика. В Казахстане на данный момент, в последнее время, точнее, это рак молочной железы, рак легкого, рак кожи. То есть, можем говорить только о статистике за последний период заболеваемости. Опять-таки, также у женщин другая статистика, у мужчин другая статистика. А есть ли здесь какое-то разделение? Больше заболевают им женщины или мужчины? Или все-таки он вне зависимости и мужчины, и женщины? Есть различия, конечно. Статистика говорит, что больше все-таки мужчины заболевают, чем женщины. То есть, это от каких-то неких предлагаемых обстоятельств для мужчины в жизни? От его образа жизни? Или вот чего это может возникнуть? Ну, есть такое. Не без этого. Хваншар. То есть, она больше предполагает развитие рака. Ну, можно сказать так, что в основном вот есть где-то приблизительно 12 заболеваний рака, которые практически есть 90% всех онкопациентов. Вот эти 12. А остальные уже вот, их поменьше вроде бы, вроде бы как. Ну, причина, например, у молочной железы там больше генетической составляющей, также, между прочим, у легких тоже. Скажем, у кишечника и печени, там, рака шейки матки, там, больше, или у желудка больше инфекционной составляющей. Да, да. Да, да, да. Поэтому, скорее всего, целью всего сегодняшней передачи, это, скорее всего, будет донести для наших зрителей, что нужно сделать так, чтобы рака в нашем обществе было меньше. Что нужно сделать? Понятно, что есть определенные инфекционные заболевания, типа, вот, там, хеликобактер, там, папиловирус. Если сделать вакцинацию или лечить вовремя это заболевание, то, понятно, этих болезней будет намного меньше. Можно уже стопроцентно предупредить рак шейки матки. Уже известны вакцины от многих раковых заболеваний. И медицинская наука достигает с каждым годом все больше и больше. Многих людей тревожит именно вопрос касательно детских заболеваний. То есть, опять же, маленькие дети, они тоже сталкиваются с раком, с онкологическими заболеваниями. Как у них протекает этот процесс? Отличается ли он от взрослых? Да. Вообще, рак – это болезнь старчества, можно сказать. Потому что чем человек старее, взрослеет, следовательно, у него и иммунитет падает, и обновление клеток уменьшается. А у молодых, у детей, то есть, чем моложе, тем у него происходит быстрее обновление. И, следовательно, и если происходит мутация любой клетки, следовательно, значит, и деление у него происходит быстрее. То есть, строительного материала больше, то есть, запасов нужных для… Ресурсов. Да, ресурсов, да. То есть, нужная среда получается. Поэтому и говорят, у молодых рак агрессивнее, чем у взрослых. Взрослых, да. Ну, есть наследственный характер, скорее всего. И наследственный характер. Есть и наследственный. То есть, в онкологии никогда нельзя вот прям вот точно говорить. Даже те слова, которые я сказал, это не говорит, что все это стандарты, это золотой стандарт. Нет. Неоднозначно. Неоднозначно. Все равно неоднозначно. И это не только онкологии, кстати, касается. Вообще всей медицины. Чем больше развивается медицинская наука, мы больше, больше, больше узнаем об онкологии. Имея определенные инструменты диагностики или лечения онкологии, мы потом эти технологии начинаем применять и в другие заболевания. Поэтому здесь очень много. Что касательно детей, я бы хотел сказать, что на сегодня в нашей стране дети ограничены в лечении онкологических заболеваний. Что не хватает в лечении нашим детям? На сегодня в нашей стране нету так называемых протонных ускорителей, нету карбонных ускорителей. Это два типа лучевой терапии, которые четко предназначены в основном только для детей. Они меньше всего, проникая в организм, то есть вот эти заряженные частички нуклоиды, они меньше всего поражают здоровые клетки. Они начинают уничтожать раковые клетки, буквально так называют, там есть такой карандашный пенцил технологии. И мы не повреждаем здоровье. Наш, между прочим, наш президент сказал очень хорошие слова касательно этого. Он сказал, что такой протонный центр в стране будет, и мы надеемся, что в ближайшее время в Казахстане появится протонный центр, построит его государство, это будет рамка ГЧП, но это уже второе дело. Так, у нас на линии телефонный звонок, давайте ответим на него, послушаем наших телезрителей. Ассаламу алейкум, добрый вечер, вы в прямом эфире, задавайте вопрос. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. То есть он сейчас говорит о третьей, четвертой стадии, да? Если... Сколько ей лет? Жаса ханчада. А, все, да, телефонный звонок сорвался. Если телефонный звонок сорвался, я бы хотел посоветовать этому гражданину, чтобы он обратился в ближайший онкологический центр. И в этом онкологии... На сегодня, вот честное слово, если взять лет 20 назад или 30, возможности онкологии огромны. Это вот небо и земля. Поэтому это, конечно, это не совсем может быть точно сказано, но надо стараться максимально заниматься этими пациентами и стараться сделать все, чтобы человек выздоровел, ну, по крайней мере, продлить ему жизнь. Вот это однозначно. Я предлагаю, пусть он свяжется, ну, в сети, в социальной сети, пусть найдет свой ближайший онкологический центр, где он находится, обратится там. На сегодня в Казахстане созданы все условия для того, чтобы получать... У нас нету, фактически, дефицита химиопрепаратов. У нас нету дефицита лучевой терапии. У нас, фактически, во всех онкологических центрах есть хирурги, которые хорошо оперируют. И вот-вот уже скоро в Казахстане появятся даже препараты, так называемые пидиоанадин. Это препараты, которые уже четвертую технологию несут. Это технологии, так называемые, иммунотерапии. И ее пациенты получают после химии, да? Нет-нет-нет. Сейчас нет такого понятия. После, до, это уже, конечно, комиссионно. Некоторые, до, во время. Это комбинированно, сочетано по-разному. В любом случае он должен обратиться туда. На всякий случай, если по тем или иным причинам в том регионе что-то не получается, пусть обратится в наш онкологический центр Сункар. У нас очень большая государственная программа, по которой мы эти пациенты лечим бесплатно. Мы обязательно о ней поговорим. У нас на линии еще телефоны. Давайте. Добрый вечер. Ассаламу алейкум. Вы в прямом эфире. Салиме цве. Салиме цве. Что делать после того, как вы закончите лучевую терапию? Так как была, можно сказать, нагрузка на организм, то есть посредством вот именно лучевой терапии, организму нужно теперь собраться силами, потому что все жизненные, как правильно сказать, не энергии, а силы, ресурсы, да, были, уходили на восстановление той ткани, которая попадала под воздействие лучевой терапии. Значит, вам нужно увеличить, да, потребность протеинного питания, то есть белкового питания, то есть все виды питания, то есть полноценное питание должно быть. Здесь нету никакой строгой диеты. И также, да, увеличить витаминный комплекс и минералы. То есть нужно восполнить ресурсы, потраченные организму во время всего проведенного лечения, потому что, тем более, я не ошибаюсь, молочная железа, да, сказали, обучались. То есть в основном лучевую терапию приходят после химии или после хирургии. Да, в несколько курсов химии, хирургии. То есть онкология – это всегда комплексное лечение. Здесь нету одного вида – или хирургия, или химиотерапия, или лучевая терапия. То есть при каждом виде лечения, опять-таки, те же ресурсы организма, они израсходуются, и вам надо их восполнять. Биологически активные добавки, то есть БАДы, да, можете применять. Да, смотря какой фирмы и насколько они сертифицированы. Да, 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 очень важно. Я бы еще добавил вот такие слова. Смотрите, какое бы вы лечение не получили – хирургическое, лучевое, химия, неважно. Как вы получали – самое главное, вы должны понимать, что после каждого лечения нужно мониторироваться. Меня один раз спросили, говорят, а чем проблема? Почему в Казахстане люди меньше доверяют нашим онкологам, чем онкологам из-за рубежа? Может быть, у вас не хватает каких-то лекарств, технологий и все такое. Я говорю, нет. В Казахстане на сегодня хирургическое служение по онкологии развито, я вам скажу, очень хорошо. Химиотерапия, химиопрепаратами обеспечены. Лучевая есть. Практически очередей на этих лечениях нет. Проблема наша заключается в том, что после лечения пациент в течение всей жизни должен находиться под наблюдением. Не просто наблюдение. Это не просто пришел доктору, здравствуйте и ушел. Нет. Там есть определенный ритуал, так называемая программа, которую он должен проходить. Например, если он прошел, если в данном случае у вас была терапия по молочной железе, понятно, что вы должны пройти обследование касательно того, чтобы эти заболевания не метастазировали другие части тела. То есть нужно провести или УЗИ, или КТ обречной полостью органов таза, сделать или рентген грудной клетки, лучше, конечно, КТ сделать. Обязательно посмотреть, нет ли метастазов в головной мозг, то есть сделать МРТ. В некоторых компаниях параллельно проводят рентген костей. То есть за каждым заболеванием есть определенные, будем сказать, отработанные схемы монетарирования. И если пациент будет вовремя ходить, и мы будем на раннем этапе выявлять метастазы, будем очередной раз проводить лечение, очень большая вероятность того, что пациент не умрет от этого заболевания. Вы поняли, да? То есть на сегодня. Что такое лечение онкологическое заболевание? Это конгломерат, это некое сотрудничество между пациентом и онкологическим центром. Будет это взаимовыгодное сотрудничество, пациент выживет, выздоровеет. И будет еще долго-долго. Не будет это сотрудничество. Естественно, у нас будет очень плохое качество. А вот мы понимаем, что сейчас много обстоятельств тому человек постоянно в работе, не делая до себя, скажем так. И многие, наверное, даже не знают, как вообще протекает рак, скажем так. Какие могут быть признаки? Ранние признаки. Ранние признаки именно до рака. Потому что человек реально не ходит просто, не делает диагностики, вовремя не сдаёт анализы. Он приходит в центр. Уже когда серьезно заболевает. Уже когда, да. А это проблема, на самом деле. Это большая проблема. Это большая проблема. Потому что, как я ранее говорил, что есть более 2,5 тысяч видов. Да. То есть, ну, если сейчас мы будем говорить о одном каком-то конкретном, у нас передачи не хватит эфирного времени. А тут их 2,5 тысячи. Всю жизнь можно об этом говорить. Поэтому здесь, конечно, больше нужно обратиться к самим гражданам, чтобы они действительно свое здоровье хотя бы раз в год полностью проходили диагностику. Тут уже какая-то дисциплина здоровья, да? Если так можно выразиться. Да, более серьезное отношение к себе. И если этого отношения не будет, оно как бы... Ну, давайте начнем с того, как проводить правильный скрининг. Ну, при разных заболеваниях скрининг начинается в разных возрастных категориях. Есть определенные... Мы же говорим, что 12 заболеваний, раковых заболеваний, при которых нужно проводить скрининг. Например, если это касается рак легкого, конечно, надо делать своевременно КТ или рентген легких. Это если рак молочной железы, ранней диагностикой является маммография или ультразвуковая диагностика. Есть боли, когда боли ранней диагностики, когда уже в раннем возрасте у ребенка определяет там берсиа, определенные экспрессирующие гены. Колоноскопию делают, делают там УЗИ печени. То есть к этому нужно относиться очень серьезно. Если вам уже... Ну, если вы не молоды, конечно, вы должны проходить скрининги как можно чаще. Я вообще считаю, что люди, которым нет 60, им достаточно проходить такое обследование один раз в год. Но если человеку 60 и более, скажем, до 80 лет, то лучше это обследование проходить два раза в год. Потому что чем старше человек, тем онкологические процессы текут намного быстрее. Да. А когда человек старше 80 и выше, это лучше проходить три, а то и четыре раза в год. Потому что там вероятность намного больше. У нас на линии телефона звонок. Давайте ответим на него. Ассаламу алейкум. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Задавайте свой вопрос. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Алейкум. 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 Впоследствии все мы знаем. Чем раньше вы обратитесь, тем лучше. И для нас. И качественное лечение произойдет. И быстрое выздоровление будет. Да. Всем будет хорошо. Угу. Вот просто. Именно. Я не знаю. Почему так происходит. Касательно именно диагностики. Почему ж люди. Ну вот они. Работают. Беспечные. Да. Они работают 7 дней. 24 часа. 24 часа. Дробь 7. Суббота. Воскресенье. Включительно. А это тяжелая жизнь. Людям очень тяжелая жизнь. 365 дней в году. Да. И понимаете. В чем важность всего этого. Надо все-таки понять. Сейчас не так легко жить. На самом деле легко. Надо зарабатывать. Люди на пробках тратят 2-3 часа в день иногда. Иногда 4. Да. 4 часа. Поэтому мы вот и стараемся, чтобы многие люди. Наш медицинский центр работает с 8 до 8. Почему? Потому что мы понимаем, что и работаем еще и без выходных. Потому что мы должны быть доступны. Чем клиника больше доступна для своих пациентов, тем больше безопасность пациента. Он должен всегда иметь возможность прийти, проконсультироваться, пройти обследование или обучение. Добро пожаловать. Приходите. Хочется просто добраться до сути. Скажем. До сути. Понять. Потому что, возможно, многие не могут понять. Либо относятся как-то безответственно, что ли. Опять же, к себе, к своему здоровью. В любом разе, ты знаешь, что ты будешь в будущем порождать потомство. То есть, людей, детей, которые будут оставаться за тобой. Важно же все-таки. Их здоровье где-то отчасти зависит и от твоего здоровья. Вот, возможно, здесь есть, я не знаю, еще какие-то мысли по этому поводу у людей. То, что, может, они не хотят услышать. Того, что им скажут, эй, а знаешь, что у тебя? Да. Кто-то. А знаешь, что у тебя уже стадия такая-то. То есть, возможно, здесь какой-то барьер. Вот, как его порушить? Как донести простым человеческим языком до людей именно? Вот, честно говоря, вот такие передачи, которые мы сейчас создаем, они как раз являются той маленькой песчинкой, которая встанет в стене, которая выстроит ту систему, когда население будет очень ответственно за свое здоровье. Да. Мы должны каждому гражданину Казахстана вбить в голову только одну вещь. Твое здоровье не является только твоей собственностью. Да, да, да. Это здоровье принадлежит не только тебе, оно принадлежит твоим детям, твоим внукам, и они тоже возлагают определенные свои жизни, планируют свои жизни на твое здоровье. Поэтому, кажется, я должен ценно относиться к своему здоровью. Да, да. А с чего начинается ценность? Это, естественно, определенные поведенческие, очень важно, поведенческие составляющие. То есть человек должен стараться в первую очередь высыпаться. У нас люди считают, что сон — это зря потерянное время. Нет, на самом деле сон — это очень важная часть жизни, которую мы должны... И чем старше человек, тем больше он должен спать. Если тебе уже больше 48 минут, стопроцентно тех восемь часов тебе уже не хватит. Нужен один час больше. После 64 лет вам придется подключать полтора, а то и два часа. Люди более старшего возраста, они спят больше. Это вот сон. Второе. По еде. Еда должна себе нести не только белки, углеводы, минералы, витамины. Еда должна себе нести тренировочную составляющую. Наш иммунитет — это тот орган, который отвечает за нашу продолжительность жизни, то есть за инфекционные заболевания, за раковые заболевания. Его нужно постоянно тренировать. А тренировки начинаются только тогда, когда мы постоянно себя заражаем определенными микробами. Чем больше мы потребляем микробно зараженную пищу... Чем иммунитет сильнее. И при этом... Чунингуем выявить свой иммунитет микробами. Чем больше мы занимаемся физкультурой, мы больше тренируем свой иммунитет. Самую грязную, микробно зараженную пищу, которую мы кушаем, где много больше, это называется кефир. Это айраны. Это молочекислые продукты. Поэтому надо стараться... Я вот, знаете, все время хочу людям донести очень интересную вещь. Когда во всем мире провели очень много исследований, и касательно... Есть такое интересное исследование, как влияет финансовое состояние людей на его продолжительность жизни. Нам все время вбивали в голову, что богатые люди живут дольше. Но это оказалось неправда. Оказывается, живут дольше именно середнячки. Не богатые и не бедные, а вот середнячки. Те люди, которые ведут умеренный образ жизни. Пожалуйста. Мы вернемся к этому вопросу. Давайте ответим на телефон. Давайте. Он уже горит прямо. Ассаламу алейкум. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Ассаламу алейкум ассаляму арахматулах. Я звоню из Караганды, получается. Мне возраст 37 лет. Я хотел уточнить такой вопрос. Рак кишечника и геморрой это взаимосвязаны или нет? Это вот есть между ними связь и последствия этих заболеваний. А кишечника и геморрой? Нет, геморрой это другое заболевание. Рак кишечника это совсем другое заболевание. Но! В этом есть вот то, что нам зритель задал вопрос. Есть очень интересная вещь. Чаще всего люди, которые болеют раком кишечника, первоначально обнаруживают в своем кале небольшие прожилки крови. Да. И они связывают его с геморроем. На самом деле это не так. И в том и в другом случае вы должны обязательно прийти в поликлинику, показать доктору-проктологу. Если проктолога нет, показать обязательно хирургу. Потом сдать кал на скрытую кровь. И если там подтвердится, что положительный тест подтвердить, то нужно идти на колоноскопию. У нас колоноскопия в Казахстане произошла несколько лет назад революция. Сейчас практически во всех лечебных учреждениях есть колоноскопы. Под наркозом, безболезненно. Человек дает такой легкий газовый наркоз и человеку проводят это исследование. В некоторых клиниках ушли еще дальше. Они проводят даже виртуальную колоноскопию. То есть они видят кишечник не только изнутри, они уже видят даже прослойки кишечника, где диагностика намного выше. Вот ты что хотел. Я ответил. Вот сейчас именно в вашем онкоцентре какие вообще вы применяете методы лечения при раковых заболеваниях? Да, в настоящее время в нашем онкоцентре мы проводим лучевую терапию и химиотерапию. Лучевая терапия от головы, так сказать, до пяток. Вот здесь погрешность. Вот интересно, лучевая терапия раньше... Всего тела. Да, всего тела. Это терапия, это не диагностика, не путайте. Есть еще отдельная диагностика еще есть. Но в данном случае наш доктор говорит, что... А лучевой терапией? Да, терапия, это уже непосредственно само лечение. А диагностика, это выявление. Это выявление, да? Да, патологий. А в нашем центре занимаемся именно уже лечением, то есть уже выявленной патологией. То есть у нас есть специалисты, достаточно специалистов. У кого-то сильная сторона головного мозга, у кого-то головы и шеи, но... Узкая специализация. Да, узкая специализация. То есть каждый радиолог, именно лучевой терапевт в нашем центре, он умеет... Есть навыки лечения, обучения любого органа, любой локализации. Но, конечно, да, есть, да, специализируется, есть какая-то вот... Фишка. Фишка, да, вот это фишка. Но мы изолированно не работаем. Даже если это его фишка, мы все равно идет у нас ежедневное коллегиальное решение. То есть если дать план, один план, одного лечения, вот одного пациента, двадцати лучевым терапевтам, идентично не будет. Будут по-разному. То есть, ну, то есть грубых ошибок, конечно, нет. Я не про это, а то, что где-то что-то... И поэтому мы коллегиально, только после коллегиального решения уже переходим на расчет и непосредственно на лечение. Как когда-то множество оттенков серого может быть. Да, да, да. А сам вот именно, если рассказать о самом аппарате, вот как раньше лечили, скажем, да, раки, и как сейчас вот именно посредством лучевой терапии лечат. Вы должны понимать, лучевая терапия — это не панацея. Потому что сейчас применяется в основном, я уже говорил, хирургия, химиотерапия, лучевая, иммунная. И они комбинированы, сочетаны. Бывает, что, например, человек проходит там химиотерапию несколько курсов, потом лучевую. Это всё решает так называемая МДГ, так называемая мультидисциплинарная группа. Там сидят несколько специалистов, там даже психотерапевты сидят, потому что они должны знать, насколько человек готов или должен быть привержен принятию этого лечения. Это очень важная составляющая. Поэтому говорить однозначно о лучевой терапии, что это панацея — это нет. Сумкар на сегодня — это та компания, которая принесла на рынок лучевую терапию. До нас, у нас в стране шесть линейных ускорителей. Еще строятся многие. Но мы один из них, вы должны понять. Но мы, естественно, принесли более лучшие технологии, более современные, более последние, как говорится, фишки в этом деле. Я бы хотел сказать, что всё равно основным лечением остаётся хирургия. Это у нас есть. Химиотерапия. У нас она в Казахстане есть. У нас есть и вот уже появилась эта иммунотерапия. Это, можно сказать, успех нашей медицинской отрасли. У нас на линии телефонный звонок. Давайте ответим на него. Ассалам алейкум. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Задавайте свой вопрос. Ассалам алейкум. Ассалам алейкум ассалам. Хотела бы задать свой вопрос. Недавно была проведена операция по удалению щитовидной железы. Папиллярная карцинома. Ветелька гистологии. Скажите, пожалуйста, почему у нас в Алма-Ате не проводят радиоиотерапию после такой процедуры? Мы сейчас пытаемся зарегистрировать и диагностический йод, и лечебный йод, вот этот 131-й. Процедура очень долгая. Мягко сказано, долгая. Практически невыполнимая. Потому что в Национальном центре экспертизы лекарств, чтобы зарегистрировать иногда лекарств, но себестоимость регистрации до такой степени высокая. А еще и по времени долго, что предпринимателям невыгодно этим заниматься. И получается, я всегда предлагал, если на рынке нет зарегистрированного препарата, то государство само должно за свой счет регистрировать. Если, будем сказать, правительство и государство не договорилось с рынком зарегистрировать и начать продавать лекарства, государство само должно за свой счет регистрировать, потому что ставить все-таки безопасность. Чем интересны эти технологии? Лечение рака щитовидной железы, именно этими практически дают 95% случаев полное выздоровление. И наш телезритель прав, очень прав, когда она такой вопрос задает. Что-то надо делать. Ну вот мы понимаем, что любая патология, она критична вообще для организма, для здоровья человека. Ну и во многих случаях как бы бьет, скажем так, по нашему карману. У вас именно в онкоцентре непосредственно какие послабления существуют для нас? Какие возможности для пациента, для обычного пациента, для нашего гражданина Казахстана? Да. Ну давайте будем... На сегодня то лечение, которое проводится в нашем центре, оно полностью входит в рамки гарантийного объема бесплатной медицинской помощи. Я же уже говорил, что мы оказываем только пока только химиотерапию и лучевую. По химиотерапии у нас пока нет госзаказа. И кто у нас по химиотерапии лечится? Это лечатся те граждане, которые имеют или наличные свои сбережения, или те граждане, которые приехали лечиться к нам из-за рубежа. И такие тоже есть. А лучевая терапия, она у нас полностью бесплатная. Поэтому, при этом я хотел сказать, что, например, хирургия по раку у нас тоже бесплатная. А вот с химиотерапией, я надеюсь, в будущий год мы получим госзаказ, и со следующего года добро пожаловать. Пожалуйста, мы тогда постараемся все виды лечения оказывать в рамках гарантийного объема бесплатной медицинской помощи. То есть у каждого гражданина нашей страны есть большая возможность приехать сюда, в Алмату. Да, да. Приезжают практически со всех областей нашей великой страны. Я всегда говорю, что Казахстан – это великая страна. Что бы вы ни говорили, две с половиной тысячи километров не каждой стране дано что в ширину, что в длину. Ну и, в принципе, наша программа, прямой эфир практически вот подходит, скажем, к своему логическому завершению. И в конце всем нашим телезрителям хотелось бы услышать, ну скажем, такой дельный совет от вас. Я опять бы хотел вернуться к тому, что действительно нужно поменять мышление, что ментальность, да, сложно жить, да, приходится каждый день крутиться, зарабатывать деньги. Но, как сказал Конус Джамбурович, твое здоровье – это не твое личное здоровье, это здоровье твоих детей. От твоего здоровья зависит будущее твоих внуков. То есть в этом случае нужно думать… Это собственность государства. О, еще дальше. Вот это, потому что твое здоровье – это когда ты начинаешь болеть, ты косвенно грабишь государство. Здоровье народа тоже, потому что все-таки мы взаимосвязаны, да. Это же четко же подобрано, не просто кодекс, кодекс не только здоровье, но и система. Все правильно подобрано. То есть, да, в первую очередь население само должно стремиться к профилактике. В плане того, что есть, да, скрининговые программы, но приходится заставлять пациент, извиняюсь, населению идти на скрининг. Просто заставлять. А нужно самому ему приходить. Я бы еще добавил вот что, смотрите. Что такое на сегодня онкология? По онкологии я вот выразил бы две мысли. Чем больше в стране больных, онкологических больных, это говорит о том, что здесь это хороший показатель по-большому. Подождите. Первое, то, что эти больные выявляются, то, что они умирают, они переходят в хроническую фазу, и тогда онкологических больных все больше и больше. Чем больше онкологических больных, тем, значит, система поставлена, противоонкологическая система в стране работает хорошо. Второе, я хотел бы рассказать, что онкология, современная онкология, она со временем как болезнь, как направление, как отрасль, скорее всего, уничтожится. Ее не будет, потому что медицинская наука уже близко подобрала к расшифровке геномов многих онкологических заболеваний. Скорее всего, будет огромное количество вакцин, которые нас будут защищать от онкологических заболеваний. И препараты, уже создаются такие интересные таргетные препараты, которые, скорее всего, не онкологические центры, они будут напоминать. Мы от онкологии, скорее всего, будем лечиться в будущем у врачей общего профиля. Ты пришел, у тебя взяли буквально каплю крови, тебе сказали, вот у вас есть рак, этот рак появится через несколько лет, и вот вам заранее таргетный препарат. И, скорее всего, мне напоминает онкологию, это сильно напоминает инфекционные заболевания. В 30-е годы инфекционные заболевания так были развиты, что у моей бабушки было 13 детей, выжило только трое. И все там умерли по темным инфекционным заболеваниям. В те годы в больнице была такая профессия, как бактериолог. Сейчас такой профессии нет. Я надеюсь, что в ближайшее время в профессии онколога тоже исчезнет. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня пришли к нам в студию, поделились с нами своим опытом. Я надеюсь, дорогие телезрители, что сегодня наш прямой эфир был полезным для каждого из вас. Каждый день настраивайте себя на хорошие мысли, каждый день настраивайте себя на положительные эмоции, чтобы не случилось. В любом разе, создатель сказал, что он нас создал и к нему лежит наше возвращение. Переживать здесь даже и не стоит. С вами был прямой эфир программы «Ман из Дома Селе». Увидимся с вами через две недели. Ассаламу алейкум. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!